Доброе утро, мои хорошие! Тереомикус, мои солнышки! Друзья мои, по ту сторону экрана. Утро не задалось. Ну, вы знаете, если бы все получилось, оно было бы нехорошее, если бы получилось, оно тоже было бы нехорошее. Короче, сегодня я должна была идти к стоматологу, к зубному. Ну, сами знаете, идти к зубному. Дело такое. Это плановая проверка, я бы поставила, у меня ничего не болит, но я знаю, что тут мне кое-чего делать надо. Вот вы часто, кстати, сразу к слову, вы часто спрашиваете о том, что к какому врачу, Яна, ты ходишь, там, посоветуй, там, такое часто очень, и в личку, и в комментариях. Ничего не могу посоветовать. Я ничего не могу и никого не могу вам посоветовать. Потому что сама ищу этого самого врача постоянно. Была одна, хорошая вроде, все ходили. И совершенно случайно Сандра после этого врача пошла к другому, случайно, я не помню почему. И оказалось, что там дырочка, тут не доделано. И, в общем, так массово не доделано, что я думаю, а мы все ходили к одному врачу, и Кристина, и я, и Сандра. Думаю, что, а если у нас то же самое все не... И с Кристиной оказалось, да, мы повели ее тоже на всякий случай к другому врачу, и там тоже дырки, которые... А тут все было хорошо, врач говорит, все ничего, здесь все нормально, все совершенно нормально, это самый здоровый род и так далее. Я водила ее раз в год, два раза в год Кристину, и оказалось, что там эти дырки не замечены, типа. Вот мне зуб сделали, у меня такое впечатление, как будто, я не знаю, мне как-то он не очень нравится. Я бы хотела его проверить. К чему это так все долго вступление? Что я была записана за несколько месяцев к совершенно другому врачу, вот меняю тоже свою. А нового даже еще в глаза не видела. И в 7 утра прилетает эсэмэска, что врач заболел, он сам написал, что он заболел, и потом еще звонила регистратура, что врач заболел, и, в общем, не состоялся визит, поэтому я и говорю, в принципе, хорошо, да, что как бы идти не надо, а с другой стороны, плохо, что опять не сделано, этот дрессингольд прошел, но результата нет. Но у меня, слава богу, было забронировано еще одно время вот на днях, что я думала, что вдруг там он еще что-то найдет врач, что я тогда два времени поставила, через несколько дней. Вот это на второе время, я надеюсь, что он выздоровеет, и я попаду. Ну что, пусть осмотрел хотя бы, там вдруг там тоже что-то. Вот, так что зубной не вышел. И хорошо, и плохо. Вроде ура, идти не надо, да? А с другой стороны, уже было бы сделано. Вот. И еще прилетели Сандра с Лешей с Испанией. Они летели через Швецию, они еще и со Стокгольма. В общем, они придут в гости. Придут в гости, придут рассказывать все, сувенирчики принесут, и потом ключи от квартиры, от машины лежали у нас здесь дома, от их квартиры, на всякий случай, мало ли что. В общем, ключи заберут. Кристина ждет сувенирчики, я тоже. Люблю подарки. Вот. И к бабушке поедут еще туда тоже, с подарочками. И я все это к чему, что надо бы нам с вами, ну как это, по Янаному за хлебушком сходить. Это же боюсь, конечно. Но что-то, в общем, угостить чем-то, что-то такое, не знаю, сделать. Это просто элементарно. Может быть, там и пиццу купить, там, я не знаю, картошечки сварить. Ну, такого. И по-домашнему, и не по-домашнему, на скорую руку. Ну, в общем, посмотрим, что попадется нам с вами, то мы с вами купим. Вот. Потом еще, наверное, клубнички бы хотелось. Так что сейчас такой небольшой марш-бросок по магазинам сделаем. И потом еще у меня сегодня, у меня столько, знаете, у меня прямо фонтанит, как говорит мама, фонтан. У меня расписаны вот эти дни, прям поминутно, наверное. Такие длинные списки на каждый день. Еще у меня идея. Кристина же заканчивает седьмой класс. Мы начинаем задумываться о том, что дальше, куда дальше. Ну, вообще, может быть, это, конечно, равно, но не знаю. Мне кажется, нормально, думать заранее. Мы же ничего, мы еще просто думаем. Ну, вот. Куда дальше и что, в каком направлении двигаться. В общем, с этой целью я бы хотела поговорить с директором. С директором школы, что она может посоветовать, с кем у них договора там, как бы вот, что куда и, в общем, такое. Потом хотелось бы встретиться с некоторыми предметниками, потому что тоже там экзамены и все. Мне интересно, как у нее с эстонским, потому что, ну, дома там оценки хорошие, как бы это ладно. А вот что бы сказал учитель вообще, потому что выпускных через несколько лет будет там экзамен, как бы надо мне беспокоиться, что, может быть, репетиторов каких-то, как она вот этот эстонский там, вот у нее сдаст она, не сдаст она, на каком уровне вообще, что считает преподаватель. Просто хочу поговорить. Вот. И второе, что у нас еще, у Кристины слабая математика. У нее трояк по математике. Вот все нормально, а по математике трояк. И муж занимается, он же математик, ну, в смысле, по математике очень хорошо. Я ноль, у меня не три, у меня два вообще. Вот. Несовершенно не этого склада. И она как-то не этого склада, но экзамены надо, и вот эта тройка, как бы, вот. И тогда с математической хочет поговорить муж, потому что, может быть, там, какие-то задания какие-то, но они и так занимаются, но, может быть, я не знаю, репетиторство какое-то. Надо оно, не надо. Ну, в общем, хочется поговорить с предметниками, и вот с директором по поводу дальнейшего хотелось бы совета, потому что с нашими-то проблемами надо как-то думать, что дальше. В общем, сегодня планов громадье. Еще вот наши, детки наши придут, Леша с Сандрой прилетели. Вот. Так же, сейчас мы с вами вот по этим делам поедем. Ну, в школе, я, конечно, снимать не буду, это понятно. Вот. Потом вам расскажу, что и как там. И в магазин. Все, все. Нет, кофе мы сначала сможем обязательно, как это, заряд там нужен. Кофе мы с ним выпьем, обговорим сейчас все планы, о чем говорить с предавателем, что мы будем параллельно говорить. Вот. Такие планы. Доброе утро, мои хорошие. Как хорошо-то. Как тепло-то. А к на линии-то не подойдешь, там минное поле. Ага, поэтому мы рядом. Хорошенький, давай, тепленький, горяченький. Ой, а пока мы были на даче, у нас тут несколько сюрпризов. Во-первых, Кристина получила фотографии со школы. Я заказывала прямо такие портреты. Она получила портрет. Классную фотографию. Здесь мама хочет себе тоже. Ее вот в таком исполнении, в таком другом третьем. И еще вот такой вот большой портрет. Хочу повесить вот сюда, рядом с Сандрой, около пианино. А вот обе дочки. Ну, Сандра здесь, конечно, совсем маленькая. Вот. И рядом вот так вот. Рядышком. И еще в комплекте была кружка. Это тоже заказала я с ее портретом со школы. Я говорю, хочешь, как, чтобы тут твоя фотография была? Да. И она мне эту кружку, когда получила, сводкала и на дачу прислала. Мне понравилось. Я говорю, что ты из нее не пьешься, бережет. Кристишка. С двумя я фотографиями заказала. Одна здесь, вторая здесь. Ну, так. Ну, здорово. И еще за стеклом я там видела сюрприз. Это уже от мужа. Пока нас не было. Фотографии кладу здесь. Надо. Мама хочет одну. И надо рамку покупать. Марки сейчас наступлю на себя. И надо рамки покупать. Надо мерить и покупать рамку. И пока нас не было, муж купил билеты в театр Эстонию в оперы и балет на щелкунчика. Мы идем на балет. Щелкунчик. Ну, это, конечно, в декабре месяц. Понятно. Зимой. Не сейчас. Не сейчас. Сейчас уже все. Не сезоны. Вот. А вот на щелкунчика мы идем. Так что это от него. Вот такие сюрпризы. Балкон. Первый ряд. Балет я люблю смотреть с балкона с первого ряда. Там стучат пуантами и портер. Ну, не люблю смотреть балет спортера. И оперу тоже. Вот такие сюрпризики. Мы тут совершенно случайно за хлебушком зашли. Совершенно случайно. Не знаю, как это так вышло. Сегодня приедет Сандра еще с Лешей. Они прилетели с Испании. Поэтому пицца. А потом еще там всякое вкусненькое. Ну, в общем, как-то мы случайно шли-шли и опять зашли. Мы уже... Муж так нервничает, что я снимаю. А все еще не в холодильнике. Просто нервничает. Они уже сказали, что были у холодильника. О, коты убежали. Да ты что? Ну, иди сходи. Иди скажи, посмотри, что там. Там другая жизнь. Ты его уже раз нашел, другая жизнь. Значит, муж страшно волнуется. Не даст мне даже снять, что мороженое срочно. Смотрите, как он тортик обложил мороженым. Мороженое ванильное. Обожает. И совершенно случайно удалось купить тортик. Он со скидкой 50% нашли у полки. На полке с истекающим сроком годности. Проходит срок годности. Но сегодня все еще все нормально. И как раз сегодня у нас в гости. И как раз торт еще свеженький. Сегодня все его съедят. Сейчас и все. Значит, мороженое убираю в холодильник. Сегодня у нас был очень благотворный такой день. Сейчас вам расскажу. Мы были у директора школы. Мы были у предметников. Сегодня мы посвятили день Кристиной школе. Все хотелось нам выяснить. Мы родители такие мало с того. Мы все время где-то бегаем. Что-то узнаем. Спрашиваем, советуемся со школой. Любим контачить. А накупил муж снова пасты себе Кристине. Я не люблю этот Рокс. А я взяла себе снова профессиональный вот этот. Вот что мне советовала фарикмахер. Шампунь и кондиционер. Вот этот 28 евро стоит. 29 шампунь и вот такой барли-замочек. Так. Купили много клубники. Пицца трех сыров. И она, кстати, сегодня была со скидкой. Кольная юста моя любимая. Она со скидкой была 6 евро 70 центов. Но разрезать мне ее там отказались. Не режет пицца. А у нас нету круглого ножа. А с чем они купим нож для пиццы? Нет, она сказала, что все и и и левые малик. Так. Ой, да ладно тебе возмущаться. Клубника. Клубники взяли 2 килограмма. 4,50 вас или сколько? Или 3,50? 3,50 килограмм клубники. Помидорчики взяли. Вот так помидорчики. Я не помню. Тоже 3,50. Клубника и помидоры в одну цену. Варик, который эти вот. Зелень едим. Значит, укропа взяла свежего опять. И лук. Ты что пищишь? Огурцы. Да, это все неинтересно. Огурцы сколько вас тоже, 3,50? Не помню. Уже ли ты что-то не помнишь? Так. Здесь туалетная бумага. Здесь бумажные полотенца. Сок. Туалетная. Это мы время были. Проклада к нам тут надо много. Девочки у нас 2 дома сейчас. И взяла еще вот такие черные мисочки. Черные мисочки. Так, тортик вам показалось. Здесь кошачья еда. Прокладок много. Себе эти еще. Ватные диски. Сок. Еще я взяла, знаете, что? Сейчас я увижу в своей сумке. Сейчас я покопаюсь. Еще я купила помаду. Ой, где-то у меня. А, вон он у меня. Купила помаду себе еще. Такой, как блеск. Я люблю, чтобы блестела. Красненько. Он какая-то такая. Да, недорогая. Чуть 6 евро. И купила себе маску для лица. Ну, что ты не фокусируешься. Маску для лица. Круговой лифтинг. Высокоэффективный компонент. Это-то-то. Чего-то. В общем, 50+. И здесь, в общем, она лифтинг-эффекта на 10-15 минут. Что в составе? Тут всякое такое. И, по-моему, это Белоруссия. Может, нет. Но, во всяком случае, если это их, то у них очень хорошая косметика. Не знаю. Наверное. Не вдавалось я, чье это производство. Я смотрю на другое. Мне кажется, это Белоруссия. Но если Белоруссия, то чудесно. В общем, вот еще это и торт. Почему-то оказался у нас. Шампунь это только в профессиональном магазине для парикмахеров. И пасты мужа там. Когда я встаю изучать шампунь, там муж встает изучать пасты. Кристине до 18 лет здесь со вкусом кока-колы. И вот они почему-то любят такие. Я обычный за рубль чищу. И жива. Так, ну это все. Ну, в общем, съездили в школу. Съездили в школу, поговорили. Очень приятный директор. Ну, мы ее знаем давно уже. В общем, ну, как-то пока, видимо, рано. И еще сама не знает, как бы, чего, куда. Ну, в общем, у меня идеи зато там есть, куда и что. Сходить в учебное заведение, поговорить, может быть. Истоночка очень приятная. Познакомились, я к ней даже не знала, не видела. Я вообще забыла, когда вот мы так ходили, знаете, в школу, чтобы вот раньше подошел, спросил, как там ребенок, как там, что. Сейчас это как-то так, я не знаю. Надо договариваться, там, надо время ставить, чтобы все были свободны. Теперь подаватель классно руководитель сопровождает. Там это не все так, что забегу-ка я к эстонке в кабинет. Нет, сейчас это немножко в другом, посерьезнее. Это все как-то так с записями и так далее, с приходами, с расходами. Ну вот, не знаю, эстоночка очень хвалила Кристина, сказала, абсолютно не надо беспокоиться, никаких экзаменов, никаких репетиторов. Это не очень хорошо эстонский идет, поэтому... В общем, поговорили мы с ней полчаса. Она мне понравилась, учительница. В общем, с этой стороны проблем нет абсолютно. То есть никаких репетиторов тут не надо. Эстонский хороший у нас. Просто если дальше обучение после девятого вдруг на эстонском, то я так понимаю, что Кристина потянет, и экзамены в девятом сдаст, и категорию получит, и все нормально. То есть тут беспокоиться не надо. А вот муж с математичкой говорил, с математикой, там дали тоже какие-то пробные экзамены для девятого класса. Потому что у нас здесь есть два года, как будут готовиться, чтобы она хоть как-то сдала. Пусть даже на три, но надо сдать. То есть подготовиться, где можно, где можно найти эти экзамены прошлых годов, в смысле. И вот так готовиться постепенно. Так тоже вроде ничего. Это, в общем, у нас так. А сейчас мы ждем Сандру и Лешу. Соскучилась по доченьке, давно видела, обнять хочется. Приехали, наши хорошие, приехали. Вико, встречай. Вико, встречай. Ой-ой-ой. Кто приехал? Кто приехал? Привет. А кто в Испанию ездил? Пор фавор. Прошу куда-нибудь. О, Боже. Все, все, все. А Сандра Сен, а что ты в сумочке? А что у тебя в сумочке? Ну что, Леша, расскажешь? Такое самое ключевое предложение. Дома, наконец-то. Да, да, вообще, да. Как-то отпускали, отдыхались. Да, а теперь надо отдохнуть от отдыха. Отдохнуть от отдыха. А у нас подарки, подарки. Ой, подарки, подарки, подарки. Сначала самые интересные партии. Так, так, так. О, ну иди, иди принимай. Это да. Это вам всем. Да, это закусь. Это закусь. Вот это да. Это закусь. О, смотри, смотри, смотри. Смотри. Опа-ла-ла. Ой, какая прелесть. Закусь к этому. Смотри. Как истанно. Папе моей. Это же это, подожди. Всем выпить маме для красоты. Пошу. Спасибо, спасибо. Это мне, это мне. А ввести? Вера. Что тут у меня? О, хочешь, чтобы мать молодая была? А ты будешь танцевать, Вася. Тебе никто так просто не нальет. Иди скорее, тебе тоже подарок. Дай тебе, чтобы жизнь сладкая была. Ты посмотри, какие подарки от Сандры. Чтобы в школе хорошо училась. Ой, испанка, испанка. Ну и чтобы все мальчишки и девчонки обзавидовались. Духи, Кристина, спасибо, Сандрочка. Спасибо, какие шикарные подарки. Вы и у бабушки уже были, да? И бабушке что-то отнесли. А у бабушки? Магнитики все у бабушки. Ясно, она любит. Всем кофе, тортик, пиццу и вообще все на свете. И разговоров, конечно, миллион обо всем. Ужасно интересно. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»